МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совсем недавно в дальневосточной столице прошел фестиваль САПФЕСТ. Любители и профессионалы попробовали себя в пляжном теннисе, волейболе и гонке на САПах. В этот раз в пляжных видах спорта смогли состязаться и дети. Сегодня мы вас приветствуем на фестивале пляжных видов спорта, который организован и проводится силами спортивной школы Старт. Проводим мы его на площадке тоже, которая принадлежит спортивной школе Старт. Это уникальная площадка, единственная с песочным покрытием. Наш фестиваль сегодня проходит уже второй год подряд. Если в прошлом году мы опробовали его на воспитанников своей спортивной школы, в этом году мы пригласили самую большую спортивную школу Русич поучаствовать в нашем фестивале. Они с удовольствием приехали принять участие. И в этом году наш фестиваль уже участвует 12 команд. Ребята играли в трех дисциплинах – пионербол, дартс и мини-футбол. Участие в фестивале приняли около 100 юных спортсменов с 11 до 13 лет, для которых было в новинку состязаться именно на песочном покрытии. Цель нашего мероприятия достаточно необычная – познакомить детей с песочным покрытием. Дети, когда занимаются любыми своими видами спорта, не так много возможностей у них играть на настоящем песке. То есть это своя техника определенная и своего рода такое уникальное событие для спортивной школы Старт. И я уверен, что мы в будущие годы будем наращивать количество наших участников. Фестиваль прошел на неделе продвижения здорового образа жизни среди детей. Несмотря на то, что каникулы уже заканчиваются и осталось совсем немного до начала учебного года, дети продолжают заниматься спортом и вести активный образ жизни. 1 сентября 12 спортивных школ распрохнули свои двери. И те, кто действительно себя чувствует немножечко уверенным в себе и желающим заниматься различными видами спорта, то как раз-то на сайте администрации можно посмотреть информацию и подумать, куда бы вы хотели устроить своего ребенка, чтобы в дальнейшем ребенку не только дали навыки физической активности, но и, конечно же, привили чувство любви к определенному виду спорта. Ну а в ближайшие выходные, мне кажется, самая большая активность – это встретить площадь города Владивостока и корабельная набережная, где множество мальчишек и девчонок проведут свою активность в виде забега, ну а в дальнейшем смогут поучаствовать в различных направлениях игровых на центральной площади города Владивостока. А на детский забег приедет и редакция «Восьмого канала». Мы узнаем у юных спортсменов, почему даже в последний день лета они сделали выбор в пользу здорового образа жизни. А с вами была Диана Иванова. Будьте на спорте!